Румяные батоны съезжают с конвейера, чтобы оказаться на столах самарцев. Огромное производство хлеба практически полностью автоматизировано. Каждый цех работает как часы. Здесь замешивается тесто, здесь формируются будущие батоны, здесь им придается товарный вид и вот он уже на выходе с пылу, с жару. Рецепт прост и при желании такую вкуснятину можно испечь и дома. У нас сырье российское, значит работаем мы конкретно, конечно, по рецептуре. Используются, значит, дрожжи, сахар, масло растительное и масло горчичное. То есть все сырье то, которое необходимо для выпечки батоны. Сластеным тоже унывать не стоит. Многие сладости, конечно, выросли в цене, но только не те, которые делаются из отечественных продуктов. На производстве уверяют, побаловать себя вкусненьким можно и со скромным бюджетом. Не разоримся, потому что у нас большой ассортимент кондитерских изделий, которые выпускаются на нашем отечественном сырье. Это не сильно ударит к карману наших покупателей, когда они себе позволят не только к чаю, но если и пойти в гости, приобрести какой-то тортик. Ну, мы, конечно, решили поучаствовать в производстве этих прекрасных тортов. Мне даже разрешили сделать розанчики, это называется. Давайте посмотрим, что у меня получится. Теперь мы можем взять вот такие красивые цветочки разноцветные и украсить. Мне сказали, как получится, можно не переживать, поэтому посыпем еще сверху орешками. Ну, вот такой, собственно, торт у нас получился. Даже в самые тяжелые времена человек может отказаться от всего, но только не от хлеба. Не зря, говорят, он всему голова. И самарцам могут быть спокойны. Круглосуточное производство выпечки в столице региона и российское сырье нас прокормят. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова